Когда урожай уже собран, нужно подготовить крыжовник и смородину к зимованию. И здесь придется не только обрезать старые ветви и заливать куст водой, но и правильно подготовить и подкормить почву, чтобы урожай был хорошим. Именно в конце августа я рекомендую начать уход за землей и сделать три подкормки под эти кусты. Сразу после уборки урожая нужно сформировать благоприятную среду для формирования цветочных почек. Берем 5 ложек суперфосфата и ложку сульфата калия. Рассыпаем смесь под куст, заделываем удобрения в землю и поливаем ведром воды. Затем через месяц температура будет меняться и нужно удобрить почву, чтобы растение легче перенесло похолодание. Я смешиваю 1,5 ложки суперфосфата и 4 столовые ложки серно-кислого калия. Тщательно перемешиваю два удобрения и рассыпаю под куст. Точно так же заделываю в почву и сверху заливаю ведром воды. И в конце октября делаем еще одну подкормку. В это время холод усиливается и куст находится в очень неблагоприятных условиях, поэтому удобряем почву еще разок. Химию использовать не имеет смысла, поэтому просто помещаем под куст пол ведра прелого навоза. После таких мероприятий куст крыжовника и смородины будет полностью готов к любой, даже самой суровой зиме. И на следующий год обеспечит вам очень солидный урожай вкусных ягод.